Рекламные вывески, щиты, баннеры. Соблюдаются ли законы о государственном языке? 350 представителей из 35 округов. Создание Конгресса народа Абхазии обсудили в Сухуми. Успеть до начала курортного сезона строительство туристического комплекса в селе Тамыш. Завершился рабочий визит президента Абхазии Аслана Бжаня в Российскую Федерацию. В ходе визита в Москву Аслан Бжаня провел встречи с заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Казаком, руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, генеральным директором Росгостраха, руководителем Роспотребнадзора и другими представителями российской власти. Как сообщает пресс-служба главы государства, накануне своего отъезда на родину президент посетил премьеру спектакля Никиты Михалкова «12» на сцене Большого театра. Аслан Бжаня пришел поддержать юных соотечественников-участников Московского детского бхазского хореографического ансамбля «Амцабз», зажигательный танец которых завершил спектакль. Хореографом спектакля «12» является руководитель ансамбля «Амцабз» Лаша Марухуба. Роль чеченского юноши исполняет Рамиз Келбиев, ученик и танцор ансамбля «Амцабз». Лаша Марухуба снимался в 2007 году в фильме «12» режиссера Никиты Михалкова. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб 26 апреля провел ряд встреч. С руководством Министерства обороны глава правительства обсудил актуальные вопросы развития вооруженных сил, организацию весеннего призыва и его промежуточные итоги. Отдельно был обсужден план мероприятий по празднованию Дня Победы 9 мая. Планируемые мероприятия по празднованию Дня Победы 9 мая Александр Анкваб обсудил и с главой столичной администрации Бесланом Эшба. Кроме того, мэр Сухума рассказал главе правительства об итогах рабочей поездки в Краснодар, о планах наращивания взаимоотношений с регионами России и о текущей работе по подготовке города к предстоящему курортному сезону. Александр Анкваб также встретился с народной артисткой Абхазии, заслуженной артисткой России, солисткой Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алисой Гитсба. На встрече обсуждались творческие планы оперной певицы, перспективы реализации новых проектов в Абхазии. Чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился с министром экономики и внешней торговли Сирии доктором Мухаммадом Самером Аль-Халилом. Об этом сообщает посольство Абхазии в Сирии. На встрече обсуждались вопросы развития двусторонних экономических отношений между Абхазией и Сирией, в частности, налаживания торговых взаимоотношений. Были отмечены большие возможности и перспективы сотрудничества. Баграт Хутаба также встретился с чрезвычайным и полномочным послом султаната Оман, турки Бен Махмуд Альбу Саиди. Посол Оман в Сирии поздравил Баграта Хутаба с открытием посольства Абхазии в Сирии и пожелал мира и процветания Абхазии и всему народу. Язык – основа народной самобытности и этнического суверенитета. Без знания языка трудно, да и невозможно оставаться частью того народа, в котором родился человек. Проблемы развития и сохранения абхазского языка, его значимость и востребованность неоднократно обсуждались на самых разных уровнях. Насколько в Абхазии соблюдается закон о государственном языке? Наши корреспонденты решили это выяснить на примере рекламных вывесок, счетов, баннеров. Репортаж Алики Трапш. В законе о государственном языке, в частности, в 17-й статье четко прописано, что публичные объявления, афиши, плакаты, реклама должны быть на государственном абхазском языке. Использование русского и английского языков допускается, но тексту на абхазском языке отводится главное место. То есть дублированные надписи на русском и английском языках не могут превышать размера шрифта и формата надпись на государственном абхазском языке. На этом рекламном баннере мы не видим ни одного абхазского слова. Кстати, таких рекламных вывесок, как в центре города, так и вдоль республиканской трассы, встречается немало. И глядя на подобные рекламные вывески с нарушением закона о государственном языке и закона о рекламе, невольно возникает мысль, а в какой мы стране находимся. Все же нельзя отметить, что часть рекламодателей со всей ответственностью подходит к своей работе. И публичные объявления, плакаты, реклама в сферах обслуживания и коммерческой деятельности исключительно на абхазском языке, либо на абхазском и русском языках. Но тексту на государственном языке отводится главное место. За соблюдением прописанных в законе правил оформления рекламы должны следить ответственные лица при администрациях городов и районов. Мы обратились в столичную администрацию, чтобы узнать, как выполняется эта работа в Сухуми и насколько часто выявляются несоответствия готовой продукции предъявленным требованиям. Граждане должны, прежде чем установить рекламные конструкции на территории города, обратиться в администрацию города в лице отдела, после чего представить все необходимые документы, в том числе на соответствие закону о государственном языке Республики Абхазия, после чего, после прохождения согласования, им выдается разрешение на установку. И только после получения этого документа они имеют право установить рекламную конструкцию. В отделе по организации мероприятий рекламы при администрации Сухума отмечают, что наиболее частые нарушения – это установка рекламных конструкций без уведомлений администрации, нарушение рекламодателями закона о государственном языке. При выявлении нарушения на рекламодателя составляются акты и выписывают предписания. В предписании указывается, что просим вас устранить нарушение в течение 10-дневного срока. В случае, если они это нарушение устраняют, то, соответственно, на этом и наша работа заканчивается. Но бывают случаи, когда приходится несколько раз обращаться, или когда наши предписания, документы игнорируются или не выполняются. По закону мы имеем право обратиться в орган, выдавший им лицензию. Имеем право обратиться также в прокуратуру города Сухум. После чего эти рекламные конструкции подлежат демонтажу. За 10 месяцев было демонтировано 50 рекламных баннеров. Как сообщили в отделе по организации мероприятий рекламы при администрации Сухума, еще 15 рекламных вывесок подлежат демонтажу. По словам Инала Абухба, за соблюдением прописанных в законе правила оформления рекламы должны следить и рекламопроизводители. В законе о рекламе рекламопроизводители несет ответственность за нарушение законодательства о рекламе в части оформления производства подготовки рекламы. Мы обратились в рекламную фирму «Авантаж», которая работает в столице порядка 10 лет. Мы не можем человека заставить, понимаете? Вот человек приходит, клиент, я не могу его заставить сделать там абхазский язык или сделать какой-то другой. Он пришел, у него свои идеи, ему нужно конкретно что-то. И уже дальше исходим из того, как он себя поведет. Стоит отметить, что в законе о рекламе также прописано, что если рекламодатель, несмотря на своевременное обоснованное предупреждение, рекламопроизводители не измени своего требования к рекламе, рекламопроизводители вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков. При этом в обязанность рекламопроизводителя закон это не вменяет. Мы проехались вдоль республиканской трассы, где также встречается немало рекламной продукции с нарушением прописанных в законе правил оформления рекламы. Что касается вывесок, названий объектов, в том числе и коммерческой деятельности, то здесь у нас осталось немало вопросов. Один из них обязывает ли закон о рекламе и закон о госязыке владельцев объектов устанавливать вывески с названием на абхазском языке. Альга Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Ремонтные работы в деревоционном тоннеле Ингур-ГЭС завершены. Об этом сообщает Апсенпресс. Ссылка на председателя совета директоров гидроэлектростанции Ливана Мебония. Сейчас идет заполнение тоннеля водой, после чего ГЭС будет подключена к единой энергосети. По словам Мебония, тоннель будет наполняться водой в течение 1-2 дней. Длина деривационного тоннеля 15,5 километров, диаметр 9,5 метра. Ремонтные работы велись на наиболее проблемных участках протяженностью до 3 километров, где происходила наибольшая утечка воды. Всего из-за утечек воды в деривационном тоннеле в год потерялось около 250-280 миллионов киловатт-часов. В Центре социально-экономических исследований Абхазии состоялась пресс-конференция членов организационной группы общественного движения «Конгресс народа Абхазии» о целях, задачах и планах Конгресса в репортаже Савиик-Варасхелия. Общественному движению «Конгресс народа Абхазии» предстоит выполнять функции политических организаций, которые недостаточно активно работают в стране, отмечалось на встрече. «Конгресс» будет состоять из 350 членов, избранных в 35 округах, что будет определять его легитимность. «Мы к моменту избрания людей должны разработать все варианты и механизмы, при которых отбор людей будет достаточно качественным. Для этого по районам, по селам мы будем использовать тот актив, с которым мы все это время будем работать. Мы ведь тоже увидим, что за люди, что их интересует, кто видит перспективу какую-то и так далее. Естественно, люди начнут у нас спрашивать, и мы будем на эти вопросы отвечать. Но в том, что мы будем использовать, скажем, сельские собрания, районные собрания, депутаты, актив села, актив района, в этом нет сомнений. Какой принцип отбора людей? Ну, мы примерно так представляем, что у нас 35 округов, с каждого округа, скажем, по 10 человек, и где-то будет в Конгресс 350 человек. Как их будут избирать? Для того, чтобы было максимально легитимно, конечно, надо за них голосовать. Прямым голосованием этих людей мы будем избирать. Ну, может быть, что-то в районах нам предложат другой механизм, более, скажем, действенный в нашей ситуации. Мы готовы и обсуждаем. Должны быть избраны опытные специалисты в социальной сфере, в ведущих отраслях экономики. Конгресс по существу – это институт выборщиков, который может и должен способствовать качественному отбору кадров при формировании органов государственной власти и управления в рамках действующего законодательства республики. Мы, естественно, подготовим законопроект поправки к ненедействующему закону по поводу квотирования. Извините, это международный правовой термин. Значит, квотирование по гендерному принципу и по национальному принципу. Вы, вот женщины, сидящие здесь, разве вы не хотите, чтобы ваши представители были в парламенте? А что русская община не хочет, чтобы его представители были в парламенте? А что, армянская община этого не хочет? Конечно, хотят. Но как их туда привезти? При ненасуществующем законе это практически невозможно. Если депутаты не захотят, мы проведем референдум. Если референдум мы не сможем, значит, на нужном уровне, и не получим того ответа, ну что, мои дорогие, мы будем иметь тот парламент, который мы заслужили. Вы думаете, что депутаты наши, они позволяют столько, сколько им позволили? Это мы с вами виноваты в этом. Мы с вами виноваты в том, что там нет женщин. Мы с вами виноваты, что там нет представителей других национальных групп. Мы с вами во всем виноваты. Как добавил Давид Пилия, выбирать народного избранника, например, армянина, русского или грузина, будут не по принципу большинства населения, что вызвало немало вопросов среди журналистов. Тут есть сложность. У нас мажоритарная система выбирает. В некоторых округах было 4, 5, 6 кандидатов. Значит, с армянами все ясно. Это избирались там, где их большинство населения. Да не так. Округ будет армянский. Округ будет армянский, где ЦИК не зарегистрировать других людей. Только армян. Точно так же по всем остальным национальным группам. Точно так же по нашим дорогим женщинам. Округ будет женский. Задача Конгресса не заключается и не сосредотачивается только на выборной кампании. Понимаете, это сейчас такой острый вопрос. Да, действительно, в 2022 году в этом направлении мы достаточно интенсивно работаем. И задача наша какая? Наша задача заключается в поиске того потенциала, который действительно не виден, который не на поверхности. Наша задача найти людей, которые живут в селах, которые живут в деревнях, которые живут в районах. Этих людей, которые еще, знаете, не примелькали глаз. Задача в поиске этих людей. Потому что эти люди на местах действительно знают, что им надо. Организационные вопросы, связанные с созданием Конгресса народа Абхазии, будет решать специально созданная группа, состоящая из 25 человек. В ближайшее время будет выбран руководитель группы и секретарь. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В селе Тамыша Чемчирского района продолжается строительство гостиничного комплекса «Золотое руно». Каждый день здесь трудятся около 200 рабочих. Строительство объекта планируют завершить к началу туристического сезона. На месте работ побывала наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы в Ардане. Море, эвкалиптовые и ольховые деревья. Вот в таком живописном месте будет располагаться гостиничный комплекс. Здесь, на территории комплекса, планируется отстроить около 150 коттеджей, рассчитанные на несколько человек. То есть в каждом коттедже будет по две комнаты с необходимой мебелью, ваннами и кондиционером. Большую часть помещений уже отстроили. На территории объекта будет располагаться спортивный комплекс, детская площадка, автостоянка, бассейн и столовая с питанием по системе «Шведский стол». В общем, здесь будет все для круглогодичного отдыха. Вы все видите, какая красота у нас происходит здесь. Это, наверное, будет визитной карточкой нашего района. И руководство страны, и администрация города приложит все свои усилия для реализации такого рода проектов. Каждый день на стройке трудится более 150 человек. В основном все местные. Строительство объекта идет очень быстрыми темпами. Ребята работают молодцы, добросовестно работают, выполняют свой труд. В основном местные, да, все обустроены местные. После сдачи объекта в эксплуатацию здесь появится большое количество рабочих мест. Для этого на территории комплекса уже построили общежитие, в котором 16 комнат, рассчитанных на 4 человека. Желающих трудоустроиться немало. Уже рассматриваются около сотни заявлений. Все должны понимать, что это в первую очередь и рабочие места, и налоги в бюджет, и пополнение бюджета. Зарплаты у них обещают хорошие быки. И сейчас люди получают хорошие зарплаты. От 45 до 65 сейчас получают. Вот здесь на поле, которые работают, и в цехах, по-моему, до 35 тысяч. В основном заявления поступают от жителей района. Кроме того, для доставки туристов на базу отдыха и обслуживающего персонала будут запущены отдельные автобусы. Работы по строительству объекта инвестирует российская туристическая фирма «Библиоглобус». Ее руководитель Александр Тугалуков ранее обратился к президенту Аслану Бжане с идеей о возможном открытии базы круглогодичного отдыха. И получил поддержку. В результате чего налажено эффективное взаимодействие между инвестором и государством. Также за этим забором планируется установить еще более 10 коттеджей. Но это второй этап строительства. Площадь всего комплекса немаленькая. Мы занимали сейчас 9 гектаров. За забором тоже это второй этап строительства. Когда начнется, то вы тоже будете осуществлять? Да, мы будем осуществлять. Планируем. От заказчика мы должны команду получить в этом году. Здесь уже установили трансформатор для организации бесперебойного электро- и водоснабжения. Вот таким живописным и большим будет пляж. Сейчас здесь ведутся работы по благоустройству пляжа. Кроме того, здесь, в Тамуше, появится и маленькая Эйфелева башня. Это фотозона для гостей и местных жителей. Название самого комплекса «Золотое руно». Работы по строительству объекта планируют завершить уже к началу нынешнего туристического сезона. Кугуса Вардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В минувшие выходные в Ачимчирском районе был организован масштабный субботник. Жители всех сел района вышли на уборку территории. В работе была использована и спецтехника. Вдоль трассы убирали заросли, срубали старые высохшие деревья и кустарники. В Ачимчире на уборку города вышли и школьники. От мусора и заросли была очищенная территория возле памятника погибшим защитникам Отечества. По словам исполняющего обязанности главы администрации Ачимчирского района Беслана Бегвава, такие субботники будут проводиться регулярно. В преддверии курортного сезона решили организовать субботник. Это необходимо нашему городу. Как знаете, не хватает пока сил. Но это мало того, что мы наводим порядок, еще это для сплочения коллектива, для того, чтобы он сблизился, общения больше будет. И вот в таком духе хотим продолжать дальнейшее наше действие. Потом еще один субботник организуем перед самым открытием пляжного сезона. И посмотрим хотя бы раз в квартал, чтобы это у нас происходило. Хочу обратиться ко всем, кто принял сегодняшнее участие в этом субботнике, поблагодарить их. Большое спасибо всем. Посольство России в Абхазии сообщает, что с 4 по 7 мая консульский отдел будет принимать граждан с 9 до 13 часов. В этой связи выдача готовых пятилетних загранпаспортов в указанные дни производиться не будут. Граждане, записанные на подачу анкет на оформление пятилетних загранпаспортов, будут приниматься согласно ранее опубликованному графику. И сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник 27 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможен дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 11-16 градусов тепла. Температура морской воды плюс 13 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok